Больше 40 школ Красноярска со следующего учебного года переходят на пятидневку. Для этого, как говорят в Управлении образования, придется скорректировать учебную программу. Она сократится на 3 часа. Как изменится расписание и радуются ли таким переменам школьники, узнавала Елизавета Мерзлякова. Я хочу вас поздравить. Следующий учебный год вы учитесь по пятидневке. Ура! Новости пятидневки в 4-м В встречают восторженными криками. За 4 года в лицее пробовали обе схемы. И, как говорят ребята, сравнивать нечего. Шестидневка хуже, они сильно уставали. Мы будем учиться за 5 дней в неделю и можно в субботу, наконец, выспаться. Мне не очень нравится ходить в субботу в школу, потому что как-то хочется выспаться после всей этой недели. Большинство родителей тоже за переход. По их словам, так у них с детьми появится больше свободного времени. При пятидневке легче спланировать отдых или выбрать для школьника дополнительные секции. С одной стороны, и дети устроены должны быть полноценные выходные, а с другой стороны, нужно забывать и о учителях, потому что мне кажется, что учитель тоже должен иметь не только один день для того, чтобы, скажем так, отдохнуть, но и восстановиться. Главный аргумент противников пятидневки – дети станут загруженнее в будни. В управлении образования уверяют, количество занятий по обязательным предметам не изменится. В день будет также по 5-6 уроков. У нас треть школ работает по пятидневке, и ни одна из школ не снизила свою результативность, работая по пятидневной учебной неделе. Наоборот, пятидневная учебная неделя позволила более гибко организовать индивидуальную образовательную траекторию школьникам. Изменения в расписании коснутся только дополнительных занятий. При этом школы продолжат работать по субботам. По желанию ученики смогут посещать кружки, секции или факультативы. Сейчас все шестиклассники в этой школе посещают подготовительный курс по физике. При переходе на пятидневку учебный план сократится на 3 часа. Но это не значит, что этого урока не будет. Его ученики смогут посещать по желанию по субботам. В отличие от Москвы и Петербурга, где пятидневка уже норма, регионы внедряют новый график с осторожностью. Решение принимает руководство школ. Иногда систему меняют сами родители. Два года назад в Иркутске они добились перехода только с помощью соцсетей. Я хотел бы пойти с моим братом в поход. Ну, я бы смог выспасать и побольше поглядеть с друзьями. А, к примеру, в Хабаровском крае наоборот. Школы по-прежнему выбирают шестидневку. В Красноярске поменять график учебы родители еще могут сейчас, обратившись в свою школу. А с 1 сентября отказаться от субботы уже не получится. Елизавета Мерзлякова, Дмитрий Комаров, 7 канал.